Доброе утро. НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. Студия Маргарита Гафарова. 127 миллионов рублей выделило правительство страны на обеспечение работы мобильных бригад для оказания помощи больным коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в субъекты с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В числе 32 учреждений, принимающих участие в этой работе, Башкирский государственный медицинский университет. Так, неделю назад специализированная бригада врачей БГМУ вернулась из Бурятии, где проработала месяц. В их числе 8 врачей-инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. И буквально уже на этой неделе мы комплектуем бригаду из врачей республики, из сотрудников, из ординаторов университета. Более 30 человек. И эта бригада будет работать по согласованию с главой республики Хабиром Радио Фаридовичем. Будет работать эта бригада в республике Узбекистан. И, конечно же, Российская Федерация выделяет меры материальной поддержки. Они идут на зарплату врачам, которые участвуют в этой деятельности. Они ведут на покупку индивидуальных средств защиты, потому что каждый наш доктор готов немедленно приступить к работе. И часть медикаментов, часть средств защиты бригада везет с собой. Башкирские врачи уже отработали во многих регионах страны. От Камчатки до Владимирской области, отметила ректор БГМО. Мобильные бригады также выезжали в Абхазию, Киргизию. Многие специалисты получили высокие государственные награды этих республик. Прибыль башкирской содовой компании по итогам первого полугодия выросла на 42% до 10,5 миллиардов рублей. Такие данные опубликованы в финансовом отчете предприятия. Выручка от реализации продукции и услуг компании составила 28,5 миллиардов рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее. Также на 13% выросла рентабельность товаров и составила 60%. Данные показатели достигли своего максимума за всю историю деятельности предприятия. Объем экспорта торгового дома «Башхим» вырос на треть и превысил 7,5 миллиардов рублей. Что же касается показателей производства, на 37% увеличился выпуск биокарбоната натрия до 112 тысяч тонн, на 5% кальцинированной соды до 939 тысяч тонн и на 8% смол ПВХ до 140,5 тысяч тонн. Всего на предприятии произведено товарной продукции на 28 миллиардов рублей, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний лимит по кредитным картам в Башхатистане за год увеличился с 58 тысяч до 69 тысяч рублей. Динамика составила 12%, отмечают эксперты Национального бюро кредитных историй. Самая значительная динамика в Татарстане, в соседней республике, средний размер лимита по кредитке в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 вырос на 22% до 71 тысячи рублей. В Удмуртии на 20%, в Ставропольском крае и Волгоградской области на 19%. При этом данный показатель по стране сокращается уже второй месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года, его снижение в июне составило почти 1,5%. Эксперты отмечают, в целом этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что прежде всего связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам. Отряды добровольцев отправились из Уфы на помощь в тушении лесных пожаров в республике. В их составе общественники и представители молодежных организаций из башкирской столицы, Стерли-Тамака, Кумертау, Шамбая, Кугорчинского района. Неравнодушные жители отправились на границу Зянчуринского и Хайболинского районов. Всего на сегодняшний день в Шкатистане бушует порядка 27 лесных пожаров, в том числе в Бурзианском и Зилаирском районах. Во-первых, передать необходимую для тушения технику, воздуходувы, ранцы, рации, ну и, естественно, самим уже помочь на одном из очагов возгорания. Сегодня у нас отправляется из Уфы 8 волонтеров, там еще наши ребята, 15 человек, ждут. Поэтому в общей сложности порядка 30 волонтеров от нас будет. Для оперативной помощи в Уф-Шкатистане создан общественный штаб по борьбе с пожарами в юго-восточной части республики. Активисты объявили о сборе волонтеров и вот желающие присоединиться к тушению пожаров в качестве добровольца могут обратиться в единый волонтерский штаб. Тем, кто отправляется на помощь, необходимо иметь с собой закрытую одежду с длинными рукавами. Из обуви предпочтительны берцы или кирзовые сапоги. На руках должны быть перчатки. У российских банков появились карты с моментальной конвертацией курсов валют при платежах в интернет-магазинах за рубежом. Об этом сообщили известия. Сейчас операция по списанию средств с конвертацией занимает несколько суток. И за это время курс может вырасти, а клиент понесет убытки. Особенно, когда речь идет о крупных покупках или если они совершаются в более волатильных валютах развивающихся стран. Например, турецкая лира, тайский бат, египетский фунт. А мгновенная конвертация позволяет сразу оценить сумму товара и не думать о том, что он обойдется дороже из-за изменения курсов. Ну и в продолжении информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет, а евро дешевеет. Американская валюта поднялась на 9 копеек, курс 73 рубля 60 копеек. Евро минусует 8 копеек, курс 86,36. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 73,65 и продажа доллара в Абсолют банке за 74 рубля ровно. Наиболее выгодный курс покупки евро тоже в банке Финам за 86,38 рубля и продажа евро в Абсолют банке за 86,70 рубля. У меня все. Всего доброго.